На встречу с главой пришло немало предпринимателей Одинцовского района. Начали сразу с наболевшего. Вопрос арендных ставок на муниципальное имущество. Повышение стоимости с начала этого года вызвало много разговоров в бизнес-сообществе, в том числе и негативных. Многие представители малого и среднего бизнеса попали сегодня в очень непростую финансовую ситуацию. Это связано прежде всего с экономическим кризисом, который мы ощущаем в нашей стране. И среди этих представителей малого и среднего бизнеса, к сожалению, оказались и представители социально ориентированного бизнеса. И мы считаем это в корне неправильно и готовы сглаживать эти острые углы, которые образовались, и социально ориентированному бизнесу идти навстречу. Первый шаг в этом направлении – скидка в размере как минимум 50% на аренду муниципального имущества для социального бизнеса. В первую очередь это частные детские сады, образовательные центры. Это предприятия здравоохранения, физической культуры, предприятия, которые социально обслуживают граждан. Это магазины шаговой доступности, пекарни, предприятия социально-бытового обслуживания, такие как парикмахерские, химчистки, ремонт обуви. Площадь арендуемого помещения при этом должна быть в пределах 100 квантратных метров. По словам председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Дениса Гинтова, несмотря на повышение стоимости арендной платы, в ряде случаев в Денцовском районе она остается в 3-4 раза ниже рыночной. Единственное исключение – торговля. Нина Прослова отметила, что обязательным условием для получения льгот является соблюдение нескольких критериев. Это прежде всего отсутствие задолженности по налоговым и налоговым платежам. Для получения справки об отсутствии налогоплательщика по уплате налогов эта справка в налоговой инспекции берется, вы все знаете. И, естественно, это отсутствие задолженности по арендной плате. Срок данной справки – 30 дней. Осуществление деятельности только на территории Одинцовского муниципального района и постановка на учет тоже по месту осуществления деятельности. Чтобы получить арендные льготы социальному бизнесмену, сначала необходимо подтвердить статус субъекта малого и среднего предпринимательства. Для этого следует обратиться в администрацию Одинцовского района с заявлением. В течение трех дней Управление предпринимательства и потребительского рынка рассматривает ваше заявление. Если у вас все в соответствии с 209-м федеральным законом соответствует, мы вам присваиваем статус малого и среднего предпринимательства, включаем в реестр предпринимателей субъектов малого и среднего предпринимательства Одинцовского муниципального района получателей поддержки. Следующий шаг – подтверждение статуса социально значимого вида в соответствии с заявленными критериями. В зависимости от сферы деятельности предприниматели должны обратиться в профильные ведомства. Далее список предпринимателей передается на утверждение в Координационный совет, возглавляемый главой района. А после итоговые протоколы поступают в Комитет по управлению муниципальным имуществом, который и принимает решение о предоставлении скидки. Льгота на аренду будет действовать на протяжении текущего финансового года. И ежегодно статус социального бизнеса необходимо будет подтверждать. Предприниматели также смогли задать главе интересующие их вопросы, ведь многие из них находятся в непростых ситуациях. Что касается сложных ситуаций, еще раз подтверждаю, что будем индивидуально подходить и встречаться уже персонально по сложным объектам, где будем совместно с вами искать какой-то выход, чтобы все-таки поддержка от нас была существенной и давала вам какой-то дополнительный экономический эффект в тяжелой кризисной ситуации, которая складывается в наши дни. Также на совещании обсудили дополнительные меры по поддержке субъектов малого и среднего бизнеса. Частичную компенсацию процентных ставок по кредитам при модернизации предприятия, субсидирование затрат, связанных с приобретением оборудования, а также частичную компенсацию уплаты первого взноса по лизингу. Глава напомнил, что до 10 августа можно будет подать заявку на софинансирование из регионального и федерального бюджетов. Анна Макарова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.